это интересно и так понятно что шариф злодей у него чисто такая внешность классического киношного злодея босс босс как всегда виной всему происходящему является ладно теперь зайдем к нему в офис сразу два маяка на него показывают теперь можно еще и выяснить что он там задумал что за китайозы простите мистер дженсен верно баттон у вас же это благотворительный ужин о жрачка минутку из аэм я надеялся вас встретить мистер дженсен дай поесть ты гад билл тагарт я знаю кто вы основатель фронта человечества да да вы должны меня знать у вас начальника службы безопасности дэвида шарифа на меня должно быть немаленькое досье но уверяю вас мистер дженсен я и сам в ужасе от недавних событий вот как я не поддерживаю то что вы и ваша компания делаете с человечеством на мой взгляд это крайне опасно но борьба с изменяющими людей технологиями возможно только законными методами я это запомню сегодня ваш первый день после несчастного случая полугодичной давности верно сэр нам пора идти это был не несчастный случай о виноват для вас наверное огромный стресс столкнуться с подобным инцидентом так скоро после полагаю должно вызывать неприятные воспоминания я ценю вашу заботу мистер тагарт но я пока неплохо справляюсь мистер дженсен я психолог я знаю когда человек пытается спрятаться за словами тело может исцелиться но сознанию это не всегда доступно подумайте об этом правда а теперь простите мне нужно идти вали гавнюк не торопитесь у вас хватило смелости прийти сюда после того как ваши последователи напали на нашу фабрику с чего вы взяли что вам тут будут рады это не мои последователи мистер дженсен фронт человечества мирная организация экстремистам в ней не место так знаете почему я создал эту организацию потому что я увидел как буйствует технология вы к слову живой пример этого без этих имплантов я был бы уже мертв это я понимаю я понимаю что на индивидуальном уровне все может быть довольно непросто но нужно отвлечься от личных интересов если мы хотим чтобы человечество дожило до следующего века не волнуйтесь мы доживем с вашим благословением или без него конфликт тонули вы помощник тагарта даже доктора сая сэндвелл не валяйте дурака мистер дженсен у вас несомненно есть на меня досье не меньше чем на тагарта вы заметный активист в своей области доктор сэндвелл если бы вы видели то что видел я вы бы тоже стали активистом меня честно говоря удивляет как бывший полицейский может не думать об опасностях этой технологии модификации помогают людям доктор ветеранам да но цена мой мой друг эти ваши модификации сломали ему жизнь он был вроде вас у него не было выбора а потом избыток власти делает ужасные вещи с людьми мистер дженсен я советую вам хорошенько об этом подумать расскажите мне про этого друга доктор сэндвелл что он собственно сделал ничего его ранили в заливе он устроил стрельбу в торговом центре если вам так интересно в надежде что полицейские его пристрелят избавив от жизни наркомана он подсел на импланты этого нет в рекламных брошюрах да зависимый от нейропозина психоз отторжения технология принесла на физические и психические заболевания но о них редко услышишь мне кажется это все есть в литературе да но отнюдь не благодаря юристам корпораций которые только и мечтают замять эту тему ваш друг он добился своего убили его полицейские нет его отговорил билл таггард я рад что мы смогли пообщаться мистер дженсен встреча с вами была очень информативной смотрите вилле токарев привет браток неплохо сохранился даже на имплантах афина ты уже давно работаешь в этой компании я надеюсь ты не мой возраст имеешь ввиду именно его нет но я знаю что от тебя ничего не ускользнет к примеру если бы шариф сделал что-то что могло бы повредить всем нам а дам мистер шариф думает исключительно процветание компании я об этом не сомневаюсь разве я здесь самого начала я видела как он создал компанию из ничего он заботится о своих людях он действительно верит что мы делаем нечто очень важное он никогда не поставит под угрозу дело своей жизни не стоило мне начинать этот разговор да действительно не стоило а теперь прости но у меня много дел очень неловко увельнула от ответа ну или ловко не знаю но это было очень открыто что она сказано что она что-то такое знает но скрывает она говорила не про людей которые на него работают а про его дело что он его никогда не запорит босс нужно поговорить что-то не так не знаю перед тем как нанять меня вы создали личный канал доступа в обход сетевой защиты чего причард говорит кто-то использовал его для входа в систему до первой атаки и все наши меры безопасности были ни к чему ведь мы даже не знали о лазейке вот как понятно но ведь фрэнк уже все исправил сейчас да но он не понимает почему вы раньше об этом не говорили фрэнк параноик адам ты понимаешь занятой человек вполне может что-то забыть что это такое босс вы передали через этот портал большой объем данных до того как приняли меня на работу возможно причард параноик что ж такое мне тоже интересно что делать да как бывшему копу наверняка важно другое вы нашли дыру вы ее заделали теперь мы в безопасности а данных полученных на объекте фема достаточно чтобы найти этих ребят давай подумаем о более важных вещах так кое-что вы и так от меня скрыли босс при всем уважении к вам мой долг обеспечивать безопасность но это невозможно если вы не будете честны со мной зачем сразу оправдываться я просто говорю что нужно смотреть вперед адам а не назад сейчас наша компания вплотную подошла к настоящему чуду которая способна изменить человечество многие надеются что мы потерпим неудачу чтобы выиграть этот бой мне нужны верные войны я ведь не говорил тебе фрэнк хотел чтобы я поручил вопросы безопасности частной охранной конторе я выбрал тебя потому что знаю цену преданности это просто так что ли бета-омега мелькает стоп поймите меня правильно босс я знаю что все решать вам но я опасаюсь что данные которые вы передавали могли попасть в руки хакера который атаковал нас если так что мне с этим делать кажется я забыл об этом но я все еще не понимаю зачем это тебе давай уровень убеждения повышается я намерен делиться с тобой этой информации как президент компании я не могу рассказывать все даже тебе фрэнку или афине да мы команда но у каждого из нас свои задачи кому и что доверить решаю я и в данном случае тебе придется делать свою работу знаю далеко не все мэган говорила ты умеешь быть гибким докажи что она была права активирует феромоны влияния склонность к агрессии возбудимость зависть альфа босс я не понимаю почему вы ничего не хотите объяснять когда вы наняли меня я обещал делать все что в моих силах но я не могу защищать вас со связанными руками если вы не поймете этого не скажете что скрываете у меня не будет выхода я уйду адам 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 погоди ты не можешь нас бросить ты нужен нам больше чем когда-либо а слушай на самом деле этот канал связи был предназначен для частного сыщика того кто собирает и проверяет факты о человеке и его прошлом о будущих работниках вроде тебя что а как иначе это же ответственная должность а тебя только что уволили из спецназа мэган верила в тебя но я хотел знать наверняка я не хочу чтобы это испортило наши отношения я отправлю тебе файл и сам увидишь что он раскопал но я бы на твоем месте хорошенько подумал почему что вы имеете ввиду иногда прошлому лучше оставаться прошлым когда ты увидишь эти данные сделанного не воротишь возвращайся когда закончишь поговорим нам нужно обсудить что делать дальше вроде мы его убедили вот это тебе корпоративный биометрический паспорт мы настроили обход системы проверки так что ты без проблем должен добраться до острова хэнша вы меня в китай отправляете а что с фема фема тут ни при чем поверь мне возможно в китае нам повезет больше как вы можете так говорить на моих глазах у блюдок убивший меган выводил людей из того здания один из них сейчас валяется мертвым там на подземном складе я знаю адам фрэнк все время мониторил твою операцию а еще я знаю что перед смертью тот человек сообщил тебе адрес в китае его нужно проверить не вижу смысла пойми адам есть причина по которой компания стала целью нападения ты наверное думаешь что дело в тайфуне или каком-нибудь еще сверхсекретном проекте о котором я тебе не говорю мне приходила в голову такая мысль так вот дело не в этом команда меган занималась работой которая должна была заново определить представление о человеке наша компания шариф индестрис была близка к тому чтобы открыть человечеству новую ступень развития контролируемую эволюцию неужели ты не понимаешь насколько это могло напугать некоторых людей конечно а еще я понимаю насколько это лакомый кусок для других людей адам меня никогда не интересовали деньги но ты прав есть люди с другими взглядами на мир например кто я очень надеюсь что ответ на этот вопрос ты найдешь в китае так что давай фарида уже готовит вертолет вертолет да уж дело дрянь шепот сакура основные задания где где задание они видимо все в одной пачке находятся ну ладно а ну-ка прости адам ничем не могу помочь я пытаюсь разобрать да иди ты куда подальше я посмотрел что они у меня накопали это старая это старая ничего нового но отметок больше нет никаких может быть не сейчас нам дадут возможность заглянем домой и прочитать то что некий детектив нарыл про нас шарифу но потом но потом но потом Продолжение следует...